Здравствуйте! В эфире «Город Эс» и Татьяна Дмитриева. Из чего складывается подготовка к отопительному сезону? Какой объем работ выполнен на сегодняшний день? И на какой срок этим летом горожане останутся без горячей воды? Об этом говорим сегодня. В нашей студии заместитель и руководитель управления эксплуатации ЖКХ Департамента городского хозяйства и экологии Богдан Корчуганов. Здравствуйте, Богдан Юрьевич! Скажите, пожалуйста, чтобы нам определить всю эту картину подготовки к отопительному сезону, из чего она складывается? Какие службы в ней задействованы? Вот в общем картина такая, чтобы мы представляли горожане. Ну, прежде всего, добрый вечер, Татьяна. Добрый вечер, уважаемые горожане. Что из себя представляет подготовка и кто в ней задействован? Задействованы все структуры, работающие в жилищно-коммунальном хозяйстве. Это и ресурсоснабжающая организация, начиная от теплоснабжения, водоснабжения, электроснабжения. Естественно, управляющие компании, скажем так, организации, управляющие жилищным фондом. И, безусловно, это объекты социальной сферы. Здравоохранение, культура, спорт, образование. Участников. Да, то есть полностью все, что мы видим на улице, все нуждается в подготовке к предстоящему отопительному сезону. Все службы, у всех уже утверждены и разработаны планы по подготовке. Эти планы утверждены постановлением главы городского округа Самары Олег Борисовичем Фурсовым. И, исходя из данных мероприятий, осуществляется контроль за выполнением данных планов и отражены все мероприятия. А можно как-то определить объем работ на вот этот предстоящий сезон, к новому отопительному сезону? Как я уже сказал, они отражены, все эти мероприятия, в постановлении. И, безусловно, это будет подготовка 669 объектов социальной сферы, это будет подготовка 10201 многоквартирного жилого дома, это будет подготовка, скажем, малой энергетики, как мы ее называем, это внутриквартальные, так называемые, котельные. Это 105 котельных. Это будет подготовка тепловых сетей. Будет в этом году также осуществляться капитальный ремонт сетей, теплоснабжение водопроводных сетей, канализационных сетей, электрических сетей. И, безусловно, эта подготовка, скажем, самих многоквартирных домов, она также подразделяется там на ремонт кровеля, ремонт межпанельных швов, опрессовки, гидравлические промывки. Ну, все это отражено, и, соответственно, вот все службы, участвующие в данном процессе, и работают по плану. А вот когда стартовала подготовка вот к следующему отопительному сезону? В какое время приблизительно? Вот чтобы нам тоже понимать, что не только вот к осени в как время подходит? Как это не звучит парадоксально, но начиная отопительный сезон, мы начинаем уже готовиться к очередному. Вот, да. Безусловно, когда был закончен только отопительный сезон, уже все планы мероприятия были сформированы, утверждены. По окончанию отопительного сезона жителям, наверное, это доставило определенное неудобство. Были проведены гидравлические испытания тепловых сетей. После этого произошло подключение, горячая вода к жителям поставляется. И, соответственно, теперь соответствующие службы вышли на капитальные ремонты сетей, устранение повреждений, ну, выполнение всех данных мероприятий. Да, ну, мне кажется, из года в год вот количество дней, при которых отключается вода, уменьшается. Раньше, вот, вспомнишь, буквально на месяц там отключали горячую воду, что-то готовили, готовили к новому отопительному сезону. Сейчас сокращаются сроки. В связи с чем это связано, вот такая оптимизация? Вы идете навстречу жителям или у вас тоже есть свой интерес вот как-то этот процесс оптимизировать? Наша задача, чтобы жители постоянно и ежедневно, ежечасно получали коммунальные услуги. И причем данные услуги надлежащего качества. Буквально два или три года назад впервые в городе мы попытались применить систему циркуляционных режимов в летний отопительный период. Да, были определенные сложности, были определенные трудности, были выполнены ряд мероприятий, там, какие по перекладке сетей, по настройке, по замене оборудования. И, соответственно, теперь выполнение в предыдущие годы данных мероприятий позволяет обеспечить практически на всей территории городского округа циркуляционный режим горячего водоснабжения. Соответственно, после гидравлических испытаний собирается соответствующая схема горячего водоснабжения. И поэтому, скажем, жители ощущают отсутствие горячего водоснабжения в более короткие сроки. И тем самым стараемся, чтобы... Да, это на самом деле так. Не могу не задать такой вопрос, с которым очень часто обращаются наши телекомпании. Люди устанавливают счетчики все больше и больше, и когда включают горячую воду по утрам, она идет совсем не горячей, а вот пока вот там она разогреется и так далее. Вот эта проблема в масштабе города как-то решается? Вот вопросы эти ставятся, потому что, ну, очень много нарекается. Безусловно, я же уже об этом, в принципе, и сказал, что циркуляционный режим, но здесь надо понимать, что есть определенные сложности, как они, вот мы их начали решать на сетях, также есть определенные сложности и в самих многоквартирных домах, то есть если мы понимаем с вами, есть дома без рециркуляционных линий, поэтому есть эти проблемы. Сейчас работает капитальный, фонд капитального ремонта, осуществляются ремонты, поэтому в комплексе эти мероприятия, они, скажем, реализовываются в городе, и постепенно, я думаю, удастся полностью решить, чтобы, как вы говорите, открыл кран сначала холодное, чтобы таких режимов не было. Вот при проведении капитального ремонта, то есть старшие по домам должны об этой проблеме изначально заявлять, да, чтобы вот она ликвидировалась, и чтобы все это было отрегулировано, это тоже. Безусловно, и региональные операторы, они проводят, сейчас я приборивание, устанавливают в домах общедомовые приборы учета, то есть этот вопрос, он, скажем, не одного дня, и он решается комплексно. Понятно, понятно. Если подводить итоги прошлого года, прошлого, вернее, отопительного сезона, то что вы можете сказать, вот как он прошел? Потому что из итогов строится картина на будущее уже, да, вот если были какие-то проблемы, то нужно вот их решать при подготовке к новому сезону. Безусловно, вы здесь целиком правы, что недостатки проходящего отопительного сезона, они учитываются при подготовке к очередному. Это особо аварийные участки выявляются, почему и проводятся гидравлические испытания. В целом, наверное, сезон можно охарактеризовать на удовлетворительно. В принципе, за весь отопительный сезон у нас не произошло в городе ни одной аварии. Да, имели место быть технологические нарушения, но они устранялись в кратчайшие сроки специализированными организациями. И поэтому, наверное, все-таки удовлетворительно. Аварий не было. Хорошо. Понятно. А на сегодняшний день, я понимаю, что еще небольшой объем работы проведен по подготовке, и все-таки вот что уже сделано? Ну, в первую очередь уже... Какие виды работ выполняется? Безусловно, в настоящий момент уже прошли первые, скажем так, координационные штабы. Да, вот штабы, да, штабы. Да, какие-то традиционные штабы. Они уже прошли, были поставлены основные задачи, заданные, скажем, направления. Сейчас мы, скажем, начинаем, уже будем переходить в стадию контроля, выполнения данных мероприятий. И поэтому... Вот чтобы яснее увидеть эту картинку, кстати, наши корреспонденты уже выехали на объекты, где у вас идет активно подготовка к новому отопительному сезону. Давайте посмотрим сюжет и продолжим разговор. Подготовка к зиме в Самаре уже началась. Рабочие перекладывают старые трубы. Только на этом участке, на улице Карла Маркса, под замену пойдут 92 погонных метра трубы. Сейчас работы одновременно ведутся на нескольких объектах в такой же объем, как в прошлом году. Сейчас мы уже все необходимые согласования от городских властей получили. Работы по участкам перекладки тепловых сетей, в принципе, уже начаты. На трех объектах работы развернуты. И, значит, на оставшийся объект у нас в планах выходить и начинается уже на следующей неделе. Все ремонтные работы должны завершить до 15 сентября. Наверное, есть объекты, я так предполагаю, которые находятся на особом внимании. Вот чтобы не в полном масштабе все подключать, все и сразу. Да, есть какие-то приоритеты? Вот об этом немного рассказать. Сказать о приоритетах, наверное, крайне сложно. Объясню, почему. Что любое мероприятие в плане подготовки, оно любое важное. То есть от того, что не подготовится сеть, или будет подготовлен дом, житель не увидит тепла, или наоборот. Поэтому это комплекс мероприятий, вот именно когда решается и подход комплексный, он позволяет именно качественно и подготовить инфраструктуру к предстоящему отопительному сезону. Ну, наверное, есть какие-то помехи, постоянно приходится решать какие-то вопросы. Ну, допустим, вот если стоит объект потребительского рынка, вот прямо на теплотрассе, или что-то, вот какие проблемы приходится решать во время подготовки? И как вы сотрудничаете с другими, может, департаментами, службами? Ну, в первую очередь, при подготовке и в штабах у нас участвуют все структуры, все департаменты городского округа. И, безусловно, составляют помехи, как вы уже сказали, объекты не санкционированы, установленные. В любом случае данные вопросы решаются, не санкционированные объекты демонтируются в соответствии с законодательством, и выполняются мероприятия. Да, есть определенные из-за этого сложности. Сталкиваемся, что и граждане там бросают транспорт на теплотрассах. И различные есть ситуации. В принципе, все решимое, нерешимого ничего нет. Ну, понятно. А нарушителям все-таки это такие проблемы такого городского масштаба, особой значимости вот отопления, да, социальной. Какие-то санкции нарушителям грозят штрафы, или что, вот бросил машину там, киоск сказали убрать, там, не убрал. Вот с этим как-то вот приходится вам сталкиваться работать? С этим больше сталкиваются, конечно, внутригородские наши районы. А, полномочия, потому что передали теперь в районы, да. Да, 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 да. Больше с этим сталкиваются. Конечно, они, безусловно, есть административные комиссии, которые в данном направлении работают. Данные административные комиссии к самим, скажем так, ресурсоснабжающим организациям применяют штрафные санкции, если нарушается там культура, скажем, производство земляных работ, там плохо огорожены участки и так далее. И, безусловно, сейчас на законодательном уровне готовится уже внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, и будет предусмотрено, что за несвоевременную подготовку будут привлекать к административной ответственности. Да. Вот мы уже упомянули, что в районы перешли там некоторые функции, да, вот из городского департамента. Можете рассказать, за что теперь районная администрация вот в этом плане, там появились отделы ЖКХ, да, в каждом районе, за что они теперь отвечают? Вот что ушло из города в районы? На что им теперь вот приходится обращать внимание в большинстве? Основное такое изменение, что в районы ушел муниципальный жилищный контроль. И, в принципе, со всеми жалобами на управляющие компании за некачественное содержание, эксплуатацию дома, жители теперь должны обращаться во внутригородские районы, потому что данные функции и данные службы находятся у них. А в целом координация, ну, вы поймите, передать в район невозможно, если от одного теплоисточника снабжается практически там пять районов города. Это невозможно, поэтому в любом случае мы работаем во взаимном соприкосновении, в тесном взаимодействии с внутригородскими районами. Как я уже сказал, это комплексность во всем и вся. Только от этого, как бы, от эффективности данной работы и будет зависеть качество подготовки. А вот какое место ресурсоснабжающие организации занимают в подготовке к топительному сезону? Потому что к ним в последнее время тоже внимание обращено. Потому что некоторые, есть такие примеры, люди бы такую инициативу взяли, чтобы платить им, вот избегая как-то оплаты за коммунальные услуги, общепринятые, да, вот как-то вот, что напрямую. Как вы к такой инициативе относитесь? Насколько вот это, пойдет она дальше в массы, станет популярной или нет? Или она неоправдана, на ваш взгляд? Есть, скажем, такие и законодательно они разрешены, когда общим собранием жители принимают решение и вносят оплату напрямую в ресурснабжающую организацию. Безусловно, как бы, чем меньше посредников в цепочке, наверное... Значит, плюсы есть, да? Есть плюсы, но при этом есть, как бы, и определенные минусы, потому что для ресурснабжающих организаций это создание центров по обслуживанию. Всегда на стадии становления очень много нареканий, что там неправильно приняли показания счетчиков, неправильно начислили. И есть, скажем, ситуация, связанная с общедомовыми нуждами. Поэтому как есть плюсы, так и есть минусы. Ну, я думаю, это практически тема отдельного разговора. Да, да, потому что все равно люди смотрят, вот кто-то начинает так делать. Ну, хотелось бы мнение эксперта, специалиста услышать, насколько это можно или нет. Нет. И вот продолжая тему собственников жилья, какие-то вот, может быть, требования предъявляются горожанам при подготовке к отопительному сезону? Что-то от них зависит или нет? Или совсем вот как-то вот это ваше дело, а мы тут сами в стороне? Надо всегда понимать, что практически каждый гражданин – это собственник. Собственник жилого, нежилого помещения. И наряду с тем, то есть если мы берем, даже рассматриваем многоквартирный дом, он состоит из чего? Из большого количества отдельных помещений, которые находятся в собственности. И наряду с тем, что подготовится дом в целом, какие-то общие коммуникации, необходимо подготовить и сами помещения к предстоящему отопительному сезону. Там, и проклеить окна, у кого они еще не пластиковые. Хотя пластиковые тоже, с одной стороны, хорошо, с другой стороны, плохо. А почему плохо? Ну, плохо это в ситуации, когда у жителей, как мы их называем, хрущевки, все привыкли их называть, где горячее водоснабжение идет от колонок, и люди закрывают, а камеры сгорания открыты, выгорает кислород, соответственно, возникают и обратные тяги, и происходят ситуации с угаром. То есть здесь, с этой стороны, совместно с СВГК, стараемся информировать население, что необходимо все-таки открывать форточку, проветривать. Поэтому, безусловно, еще раз повторюсь, это комплексный подход. Начиная от, скажем, источника подачи ресурсов и заканчивая потребителем. То есть каждый должен проверить свои приборы, подготовить их, промыть, опрессовать. То есть это комплекс. Да, понятно. В последнее время, какое-то время назад, говорили о энергосберегающих технологиях, которые начинают действовать. Естественно, они актуальны для холодного времени года. Вот как-то эта тема продвигается? Что, в чем они заключаются? И опять же, что от самих собственников, может быть, от тех же слесарей, еще от кого-то зависит, чтобы энергию не только тратить, тепло, а и беречь. Вот такой вот, какой-то вот такой ликбез, может быть. Потому что люди сейчас время экономии, начали считать деньги, и правильно, да? Потому что ничто все в сругу вылетало. Я с вами полностью здесь согласен. Нужна информация, чтобы люди знали, как это делать. Вот экономить. Безусловно, экономить надо. Технологии эти давно существуют. И мало того, что существуют, они уже применяются на практике. Это как раз и установка общедомовых приборов учета. Это и применение систем, так называемого, погодного регулирования. Это и утепление там фасадов, домов, и замена тех же окон деревянных на пластиковые. Это же все позволяет. Но здесь надо понимать еще такую, как бы, вещь. То есть у каждого свое понимание комфорта. То есть если мы берем законодательно, у нас что написано? Что температура в помещении должна быть не менее 18 и плюс 4 градуса, то есть не более 20, а для угловых 20-24, это вилка. Но для кого-то это холодно, кому-то это жарко, кому-то еще как-то. То есть вот эти вот системы, про которые я говорил, они вот именно и позволяют, мало того, что источники, они регулируют и осуществляют подачу теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. Еще и применение вот этих систем в домах, она позволяет, как бы, достаточно экономить ресурсы, повторюсь только, принадлежащим обслуживанию. Потому что некоторые сталкиваемся, что оприборили, вроде жители должны платить меньше, а вот, скажем так, бестолковое обслуживание, и получается, что чуть ли не больше жителей начинают платить. Безусловно, это исправность тех же сантехприборов, как у многих там подтекает, там краны капают, это все сейчас оприборивание произошло, безусловно, все это сказывается на счетчиках. Но это все накручивается, наматывается, поэтому необходимо обеспечить исправность всех приборов, внутриквартирных, общедомовых, внутридомовых, и применять приборы учета. И тогда получается ситуация, что что-то потребил, зато ты и заплатил. Ну вот, а за это отвечает управляющая компания, контролирует вот эту ситуацию, чтобы все было, все приборы там действовали правильно. Общедомовые приборы здесь эксплуатирующие организации, управляющая компания, товарищество собственников жилья. За внутриквартирные, это счетчик горячей воды, счетчик холодной воды, газовый счетчик, электрический. Это, безусловно, отвечает собственник. Поэтому все в совокупе, оно и дает экономию. Понятно. Вот в последнее время тоже такая тенденция наметилась, что некоторые собственники в частном порядке утепляют снаружи дома. Вот около окон такие появляются утеплители, отличающиеся цветом даже от общего дома. Вот это делается в частном порядке. А потом при капитальном ремонте фасада того же утепления, вот это как-то будет вычитаться уже проделанная работа этими частными лицами или нет? Как это все будет складываться? Начнем с того, что при капитальном ремонте составляются дефектные ведомости, и эти ведомости согласуются с каждым домом. То есть это не просто кто-то пришел, там составил, а дефектная ведомость содержит в себе именно объемы предполагаемых к выполнению работы. То есть общая картина была, будет видно, что тут утеплено. Конечно, и, соответственно, когда работа принимается также старшими по домам, с привлечением их, и, соответственно, просто надо быть внимательным и смотреть документы, и что выполнено. Можно вычесть за те работы и подписывать. Из общего объема, да, понятно. Вообще интересно, каждый год разная ситуация с погодой, но я попрошу вас еще раз напомнить вот эти вот стандарты, при которых включается отопление и отключается. Потому что в этом году, допустим, выключили раны, да, вот было тепло-тепло там неделю, а потом люди вот и влажно, и холодно, и ветер, и так-то вот получилось как-то. Ну, может быть, не страшно, конечно, но не всем комфортно. Ну, вот в следующий раз, когда включается отопление, к чему готовится? Когда включается, включается и выключается, чтобы легко запомнить, 5 дней плюс 8. Соответственно, то есть, если 5 дней ниже 8 градусов, начинается отопительный сезон. Пять дней плюс 8 и выше заканчивается отопительный сезон. Ну, в принципе, для нашей климатической зоны в среднем отопительный сезон начинается в начале октября у нас. То есть, если посмотреть, там, один год начинали там 1 октября, другой год там 8, 10, 12. То есть, в принципе, вот начало октября всегда у нас начинает стартует отопительный сезон. Понятно. И хотелось бы узнать вот про те контрольные последние работы, которые проводятся перед включением отопления. Вот проверки какие-то вот происходят или нет? Вот как принимается решение о том, чтобы подключить отопление вот в масштабе действительно города? И что этому предшествует? Вот что должно быть готово в результате? Вот сделано что? Вот то, о чем я сказал, что есть план мероприятий, утвержденный постановлением. Там определено, что все мероприятия должны быть выполнены до 15 сентября. А, уже срок определен. Уже определен срок. После данного срока наступает, происходит оценка готовности. Оценивается готовность непосредственно самих объектов, то есть домов. Потом оценивается организация, как ресурсоснабжающая, так и управляющая компания. Выдаются соответствующие паспорта готовности. И при наступлении соответствующих температур, начинается, объявляется отопительный сезон. Там включаются теплоисточники и происходит подключение жилого фонда. Ну вот хоть вы сказали, что нет приоритетов, все-таки, мне кажется, социальные объекты, детские сады, школы, больницы, они все равно в приоритете остаются. При подключении тепла, да, безусловно, акцент делается на социальные объекты с постоянным пребыванием граждан. Это, в первую очередь, лечебные учреждения, это, безусловно, детские сады, это, безусловно, школы, образовательные, скажем, учреждения, где граждане находятся круглосуточно, и поэтому здесь, да, безусловно, ставятся приоритеты, и данные объекты подключаются к системе отопления в первую очередь. Но жилой фонд также подключается. Просто, чтобы включить систему отопления, вы представьте, огромный теплоисточник, огромных диаметров труб, необходимо постепенно подключать, включать дополнительный насосное оборудование. Если это сделать одномоментно, просто близлежащие дома их просто порвет, и порвет все сети. Поэтому это и идет поэтапно, ну, приоритет есть, да. А сегодня вот тот материал, из которого трубы делаются вот эти, он как-то тоже, наверное, модернизируется? В основном это что, вот сейчас новое, если устанавливается уже, вот если та труба изношена, полностью какие новые трубы? В большой энергетике, как применялись стальные трубы, так они и применяются, потому что температурные режимы достаточно высокие, и если мы с вами посмотрим на полипропилен, металлопласт, он весь рассчитан до 95 градусов. Потому что, видишь, когда раскопаны, какие-то красивые новые большие трубы. Я подумала, что из нового какого-то материала нет. Нет, это сама труба стальная, просто систему утепления трубы, наверное, вот назвать лучше так. Если раньше применялось там классический вариант менплита с стеклохолстом, то теперь уже стали применять предизолированные трубы. То есть это металлическая труба, там, скажем, в пластиковом кожухе и с утеплителем. Поэтому, соответственно, она и внешне, и по своим характеристикам, как бы, получше. Понятно. И еще, конечно, вот вопрос изношенности трубы, он остро стоит сегодня в городе. Вот если оценить по объемам, по процентам даже, вот процент изношенности трубы, он же вычисляется, наверное? Ну, процент изношенности труб, он достаточно высок в городе, он порядка 70 и выше процентов. Ну, по разным, как бы, видам он разный. Ну, наверное, характеризует то, что за прошедший отопительный сезон у нас количество повреждений меньше, технологических нарушений, вот этих произошло меньше, это говорит о том, что ресурсоснабжающими организациями ведется, скажем так, грамотная политика в плане участков, требующих ремонта, капитального ремонта. Наверное, это, как бы, говорит само за себя, эти цифры. Ну, вообще, это вот лежит на ответственности, вот, когда меняются трубы. Это вот чья ответственность? Кто должен этим заниматься? Ресурсоснабжающие организации. Почему вначале, когда вы задали вопрос, когда начинается подготовка, и я сказал, как только начинаем отопительный сезон, уже начинаем готовиться, потому что все, скажем, вот эти мероприятия капитального ремонта сетей, это организации все тарифицируемые. Соответственно, все эти мероприятия, все это связано с тарифами на те или иные виды услуг. Поэтому эти мероприятия уже прогнозируемо закладываются, поэтому проводятся и гидравлические испытания, и все это, и это вот оно в комплексе. То есть не успели начать, и уже начинаем готовиться. Да, ну вот тема тарифов, это, конечно, отдельная большая тема. Это очень большая тема. Очень болезненная даже, можно сказать, для населения, потому что всегда воспринимается. Спасибо большое за то, что пришли, рассказали про то, как город готовится к новому отопительному сезону. Спасибо и вам за внимание. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова